Венера – наш внутренний сосед Солнечной системы, вторая планета от Солнца. Это еще один скалистый мир размером с нашу Землю. Но возможно, когда-то он мог быть совсем другим и более гостеприимным для человека. Хотя подобного преобразования и не должно было произойти вовсе. Ведь наша планета для многих инопланетных форм жизни тоже, увы, далеко не райское место. Но чтобы узнать все точно, нам нужно отправиться самим на Венеру и выяснить все. Венера – прекрасная и яркая звезда в нашем небе. Она самый яркий объект после Солнца и Луны. Названа Венера в честь римской богини любви, но на самом деле это не совсем приятное место для человека, вызывающее в воображении картину ада. Космические зонды показали, что наша огненная сестра лишена воды и постоянно окутана облаками, представляет собой суровый мир с климатом, который вышел по каким-то причинам из-под контроля. Облака, плотно укутавшие Венеру, означают, что она получает меньше солнечного света, чем наша Земля, несмотря на то, что Венера находится ближе нас к Солнцу. Сильный парниковый эффект сделал эту планету самой горячей планетой в Солнечной системе, с температурой в два раза выше, чем внутри домашней печи, плюс 465 градусов по Цельсию. Давление воздуха у поверхности в сто раз больше, чем на Земле. Ее атмосфера почти полностью состоит из ядовитого углекислого газа. Здесь нет никакой воды, кроме ядовитых облаков серной кислоты, извергаемых вулканами. Лишь сравнительно недавно, благодаря космическим зондам мы узнали это, потому что Венера всегда покрыта плотным слоем облаков. Эти облака полностью скрывают от нас всю поверхность планеты. Астрономы могли лишь только предполагать, что находится по-настоящему на ее поверхности. Некоторые воображали, что источником облаков являются бескрайние океаны, другие предполагали, что поверхность была покрыта пустынями сахарского типа. Такие облака должны отражать около 60% солнечного света и тепла. Считается, что ее жаркие условия на поверхности связаны с неконтролируемым парниковым эффектом. Первые признаки того, что на Венере не все в порядке, появились сразу после того, как Советский Союз послал на планету серию своих зондов по имени Венера. Это было незадолго до того, как они отправили обратно первые данные, показывающие палящие температуры Венеры. Экстремальное атмосферное давление на поверхности в 90 раз больше, чем на Земле, а также бушующие грозы. Четыре зонда Венера 9, 10, 13 и 14 даже передавали изображение каменистой местности планеты за несколько минут до того, как они были раздавлены ее атмосферой. Позже зондам удалось еще больше приподнять оболочку завесы Венеры. Две миссии American Mariner узнали намного больше о составе атмосферы. В основном о двуокиси углерода с некоторым количеством азота и сфотографировали структуру верхних слоев облаков. Но наибольший поток информации пришел, когда американский космический корабль Магеллан вышел на орбиту вокруг Венеры в 1990 году и начал детально наносить на карту всю ее поверхность с помощью радара, проникающего через облака. Магеллан имел ошламляющий успех, позволив ученым-палеонтологам составить карту Венеры в высоком разрешении до того, как зонд был намеренно погружен и уничтожен в атмосфере в 1994 году. Эти карты показали, что полностью сухая поверхность в основном состоит из гладких равнин с двумя континентами. Высокогорные районы, одна в северном полушарии, теперь именуемая Иштар-Терра, а другая в южном, называемая Афродита-Терра. Большинство гор и других объектов на поверхности были названы в честь исторических и мифологических женщин в соответствии с женским обликом планеты. Обнаруженные объекты включают 167 гигантских вулканов и около тысячи ударных кратеров. В 2006 году европейский космический зонд «Венус-Экспресс» вышел на орбиту планеты, названной «злым близнецом Земли», и начал возвращать интересные новые данные, включая изображение крупным планом закрученного двойного вихря над Южным полюсом. В ходе восьмилетней миссии его вращающаяся орбита опустилась над верхними слоями облаков и выявила большие колебания в содержании диоксида серы. Это говорило о том, что вулканы Венеры все еще были активными. Израсходовав свое топливо, «Венус-Экспресс» погрузился в атмосферу и был там разрушен в начале 2015 года. Японский космический зонд под названием «Акацуки», запущенный к Венере в 2010 году, считался потерянным после того, как из-за неисправности он пролетел мимо планеты. Но пять лет спустя диспетчерам все-таки удалось спасти его и вывести на новую, более вытянутую орбиту, где он начал исследовать атмосферу Венеры. Две миссии НАСА к внешним планетам также собрали данные о Венере, когда они пролетели мимо, чтобы получить гравитационный импульс в своих длительных и дальних путешествиях. Галилей пролетел мимо на пути к Юпитеру в феврале 1990 года, делая снимки, измеряя пыль, заряженные частицы и магнетизм, а также проводя инфракрасное исследование нижних слоев атмосферы. Зон Сатурна Кассини-Гюгенс совершил два полета в апреле 1998 года и апреле 1999 года, когда искал, но так и не смог обнаружить молнии в облаках. Позже астрономы обнаружили доказательства существования жизни на Венере. Международная команда использовала мощные телескопы, чтобы обнаружить молекулу газа, называемого фосфином, в плотных облаках, окружающих Венеру. Ученые всего мира очень взволнованы, потому что единственный способ, который они знают, как производить такой газ, кроме как в лаборатории, это живые микробы. Поэтому газ рассматривается, как биосигнатура, то, что ученые считают убедительным доказательством существования жизни на Венере. Международная группа, в которую входили исследователи из США и Японии, выявили, что фосфин, состоящий из водорода и фосфора, присутствует в облаках Венеры в небольшой концентрации, всего около 20 молекул на миллиард. Команда говорит, что небиологические процессы на планете не могли произвести столько, сколько они смогли увидеть. Исследования проводились под руководством профессора Джейн Грифс из университета Кардиффа. Ее команда обнаружила фосфин с помощью телескопа Джеймса Клерка Максфелла на Гавайях, который когда-то столкнулся с проблемой закрытия. Их результат был подтвержден большой миллиметровой решеткой Атакамы, Алма, в Чили. Оба объекта наблюдали Венеру на длине волны около 1 миллиметра, что намного больше, чем может видеть человеческий глаз, и эффективно обнаруживается только телескопами на большой высоте. «Когда мы получили первые признаки фосфина в спектре Венеры, это было шоком», – сказал профессор Грифс. «В конце концов, мы обнаружили, что обе обсерватории наблюдали одно и то же – слабое поглощение на правильной длине волны для фосфинового газа, где молекулы подсвечиваются более теплыми облаками внизу». Венера – каменистый мир, почти такого же размера, как и Земля. Это совсем другой мир, который часто сравнивают с Адом. Она покрыта тысячами вулканов, а атмосфера в основном состоит из ядовитой серной кислоты. Вдобавок к этому, давление воздуха у поверхности настолько велико, что все, что достигает ее поверхности, мгновенно разрушается. Однако эта плотная атмосфера, полностью скрывающая поверхность от обычного взгляда, намного холоднее в ее верхних слоях. Температура и давление там такие же, как и на Земле, с небольшим количеством водяного пара и кислорода. Поэтому долгое время предполагалось, что простая микробная форма жизни может существовать и витать в облаках Венеры. Еще одним членом группы была профессор Сара Сигер из Массачусетского технологического института, которая проявляет особый интерес к планетным атмосферам и поискам жизни. Она сказала на пресс-конференции Королевского астрономического общества, объявив об открытии. «Мы не утверждаем, что открыли жизнь на Венере, но она сказала, что это захватывающая возможность». Профессор Сигер также сказала, что она хотела бы, чтобы открытие было проверено с помощью наблюдений на других длинных волн, а также, чтобы космические миссии проверили эти результаты. Она добавила, что десятилетиями предполагалось, что в облаках Венеры может быть жизнь. Микробная жизнь обитает в облаках Земли около недели. Профессор Сигер предположила, что, возможно, жизнь зародилась в прошлом, когда Венера была холоднее океанов с жидкой водой, а затем мигрировала в облака. Доктор Уильям Бэйнс, также из Массачусетского технологического института, руководил работой по оценке естественных способов производства фосфина. Некоторые идеи, включая солнечный свет, минералы, уносимые вверх с поверхности, вулканы или молнии, но ни одно из них не могло приблизиться к этому. Было обнаружено, что природные источники производят не более одной десятитысячной количества фосфина, которое видели телескопы. В марте 2018 года группа ученых НАСА сообщила, что видела таинственные темные пятна в облаках Венеры, которые, по их словам, напоминали свойства поглощения света некоторыми бактериями на Земле. НАСА, Европейское космическое агентство ЕКО и Япония отправили свои космические зонды на орбиту вокруг Венеры. В 1970-х годах Советский Союз даже посадил несколько своих кораблей на Венере, которые сфотографировали каменистую поверхность, но они прожили там совсем недолго, прежде чем были разрушены. В 1985 году Советский Союз также сбросили в облака воздушные шары, которые парили на высоте около 48 километров в течение двух дней. Ученые мира стремятся отправить как можно больше воздушных шаров и дирижаблей для облета Венеры. Одна из передовых концепций, разработанная Nordhrop Grimman, касается самолета с треугольным крылом под названием VAMP, атмосферная маневрная платформа Venus, которая будет сброшена космическим зондом и проведет в воздухе около одного года. Профессор Абель из университета Пуэрто-Рико высказал предостережение по поводу нового заявления о существовании жизни на Венере, предположив, что эти микробы мало чем смогут питаться. Он написал в Твиттере «Я не думаю, что облачная среда Венеры может быть в настоящее время обитаемой, в основном из-за низких потоков питательных веществ, по крайней мере, для жизни, какой мы ее знаем». Хочу напомнить вам известный всем афоризм, что новые идеи в науке обычно проходят три стадии. Первое. Какая глупость? Второе. В этом что-то есть. Третье. Но кто же этого не знает? Как я и говорил вам множество раз, людям свойственно искать нечто подобное в другом мире. Так и в нашем случае. Все ищут на Венере, Марсе, Луне и других планетах и спутниках сходные формы жизни с нашей земной. Но это роковая ошибка. Именно по этой причине человечества до сих пор никого так и не обнаружило. Нужен совсем иной подход к данным изысканиям. А именно, открытый разум и чистый непредвзятый взгляд. Свободный взгляд был у доктора физико-математических наук Изи Киран Леонида Ксанфамалити, который на протяжении всей своей жизни был уверен в том, что советские аппараты на Венере отправили на Землю много фотографий, на которых была запечатлена настоящая венерианская жизнь. Об этом я уже рассказывал вам в своих выпусках. Кому будет интересно, посмотрите. Ссылку я выложу в закрепленном комментарии под этим видео. Поэтому, как бы ни старалось найти человечество инопланетную жизнь, оно может найти только нечто подобное земной, так как только такое и ищет. А что если на Венере есть жизнь и вполне развитая своя цивилизация, вот только основана она на основе кремния, а не углерода, как наша, тогда и давление, и температура, и атмосфера Венеры будет просто райским местом. Земля же наша, наоборот, будет одним из самых опасных и смертельных мест для них в нашей Солнечной системе. Вот если бы ученые мира смотрели намного шире, неограниченными рамками тесных кабинетов и душных лабораторий. Тогда и жизнь была бы давно обнаружена в других мирах. Хотя, слетать в гости к друг другу, в футболках и шортах, увы, не получится. Напишите, что вы думаете об этом. Спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова